Здравствуй, дорогой друг! Эти лихие ребята могут похвастаться отличной физической подготовкой и духовной мотивацией. Они не только знают, что такое ойся ты ойся, но и не побоятся выйти ночью в поле с конем. Посреди Нижнего Новгорода появилась настоящая казачья станица. В Сормовской православной гимназии возрождают исконные традиции православного воинства на базе клуба СКИФ. Несмотря на то, что военно-патриотический клуб СКИФ существует всего полгода, здесь уже занимаются 28 ребят. В Сормовской гимназии убеждены, сотрудничество с казаками гармонично дополнит те знания, которые дети получат в стенах православного учебного заведения. Мы хотим, чтобы наши ребята вышли из гимназии не только образованными детьми. И мы видим, что семьи у нас рушатся, отцы не очень могут быть теми отцами, которыми должны быть, мужественными защитниками. Вот мы хотим, чтобы наши ребята были защитниками в своей семье. А если они защитниками будут в своей семье, они будут защитниками в нашем государстве. Чтобы наши девочки были хорошими матерями, хорошими женами в своих семьях. Чтобы вот те традиции, которые мы в них заложим, слава богу, чтобы они были хорошими людьми. И также свои корни передавали бы детям. Здесь расскажут, в чем разница между Донской степовой и Кавказской шашкой. Что такое ствольная коробка и затворная рама автомата Калашникова. Поведают премудрости владения арабникам и научат всем этим пользоваться. Как признаются в Скифе, для многих ребят знакомство с традициями казачества становится первым шагом к православной вере. Казак безверный казак. И мы в нашем Скифе, в нашем патриотическом клубе пропагандируем, естественно, православие. То есть у нас не только гимназисты, у нас приходят дети из разных школ. Некоторые, которые даже и креста-то не носили, ни разу храмики не были за все свое детство. То есть к нам пришли и серьезно начали учить молитвы и как-то более высоркуляться. В Скифе научат не только шашкой махать, но и расскажут, ради чего православный воин должен брать в руки оружие. Большое внимание здесь уделяют теоретическим дисциплинам, истории России и казачества. На примере подвигов героев прошлого ребятам рассказывают о качествах, которыми должен обладать каждый казак. Вера и верность, стойкость и ответственность, дружба и самопожертвование. На теории нас развивают, то есть это еще раз повторение истории и православия. У нас существует две теории. Первая – это история казачества, идет до смутного времени сейчас. А по понедельникам у нас еще идет беседа с батюшкой. То есть мы растолковываем Евангелие по большей части или рассказываем о православной церкви. На истории казачества мы изучаем само казачество, как оно зарождалось, как оно развивалось. То есть виды казачества, например, кубанское, донское, тирское. Разбираем, какие из них самые старые, какие более молодые. Основной задачей этого клуба является воспитание молодежи в духе любви к родине, патриотизма, в казачьих традициях. Поскольку казачьи традиции имеют свое своеобразие, исходят из глубокой древности. И поэтому направлены на то, чтобы воспитывать в людях дух коллективизма, общности на базе православия, верности традициям и любви к родине. Военно-полевые выходы – еще одна грань жизни клуба «Скиф». Казаки вместе с воспитанниками и их родителями выезжают за город на природу, помогают в уборке территорий вокруг нижегородских храмов, устраивают показательные выступления. Такие выходы полезны абсолютно всем. Дети оттачивают полезные навыки, учатся помогать ближним, а для родителей это еще одна возможность забыть о домашних заботах и посвятить время общению со своим ребенком. Нужно понимать, что наш военно-патриотический клуб – это не только клуб, связанный с армией или с духом, с православной тематикой. Нет, то есть мы не просто даем им изучение, мы даем им возможность себя реализовать через социальное служение, через волонтерство, через помощь, например, на приходах, через помощь в гимназии, помощь друг другу. Так получилось, что добрая половина курсантов скифа – это девочки. Мчащиеся кони и горящие избы для них вроде утренней разминки. А когда видишь, как молодые казачки управляются шашкой, просто язык не поворачивается назвать их слабым полом. Все привыкли к стереотипам. То, что девушка должна быть хрупкой и заниматься только какими-то спокойными вещами, там, кройка, шитье. Но на самом деле девушки могут заниматься всем, что пожелает душа. Казачество – это как раз то, что очень сильно завлекает и дает даже чувство такой гордости. Казак – это человек, который хранит честь. Он предан себе, своим товарищам и своей родине. Он честен, добр и, наверное, отважен. Некуда девать удаль молодецкую да силушку богатырскую. Любишь Родину и хочешь ее защищать – тогда тебе в скиф. Сообщество сильных духом людей. Настоящая казачья станица посредине Нижнего Новгорода. В дни памяти преподобного Матфея в Яранской епархии открылась уже знакомая и хорошо зарекомендовавшая себя образовательно-дискуссионная площадка. Десятые – Свято-Матфеевские чтения. Конференция собрала представителей властных структур, волонтеров, преподавателей из районов епархии, представителей общественных организаций и духовенства, чтобы порассуждать на тему свободы выбора и ответственности за принятые решения. Пленарное заседание возглавили епископ Яранский и Лузский Паисий, епископ Галичский и Макаревский Алексий, епископ Уржумский и Амутнинский Фома. Столь представительное и авторитетное председательство подчеркнуло особый статус и значимость конференции. Чтение – это церковно-общественный форум, который объединяет усилия духовенства, усилия педагогов, усилия работников в социальной сфере, музеев, библиотек, всех районов, которые входят в состав Яранской епархии в 14. Усилия направлены на то, чтобы дать возможность обсудить проблемы, задачи, которые стоят перед современным обществом. И в частности, сегодня тема, определенная Священным Синодом Русской Православной Церкви, очень актуальна, очень животрепещущая – молодежь, свобода и ответственность. В рамках чтений было организовано три секции, в которых обсудили важнейшие педагогические вопросы. Обмен опытом между воскресными школами, организация досуга детей, воспитание будущего поколения в православном ключе – темы, актуальные и важные, в обсуждении которых рождаются новые идеи и проекты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова